МЧС Ну, не знаю, я сама сотрудник МЧС в Ярославской области, как бы я считаю, что мы молодцы А вы не знаете, как можно отключить вот эту смс-рассылку их? Нет, не знаю, я не занимаюсь этим А вы, у вас кто больше доверия вызывает? Пограничники Почему? У меня там хорошая подруга служит, снайпером, наводчиком, я ее полностью доверяю Наверное, ВДВ Почему? Нравится форма А у ментов нет? Ну, мне нравятся тельняшки Конечно, ВДВ Почему? А у меня день рождения 2 августа, в день ВДВ Кольно Ну, мне кажется, это примерно одни и те же структуры, так что... Ну, вообще, наверное, погран войска, потому что у них самая четкая цель А какая у них цель? Ну, довольно естественная, собственно, чтобы никто не проник Незаконно Поэтому... Ну, у них не может быть никаких, если у ФСБ и там МВД могут быть какие-то внутренние цели по преследованию людей И еще что-то у погран войск таких целей быть не может А десантники что, достали всех? Просто они вообще тут как белая ворона Не нужны они, да? Нет, почему? Просто это войска явные, которых нет никакой цели по... Ну, они никак не воздействуют на жизнь страны как таковую То есть они нужны только для армии Вот Сложно сказать вообще, да Наверное, армия... Ну... То есть больше ВДВ с пограничниками? Наверное, да А почему? Ну, не знаю, как-то так А у вас? Тоже доверия к ним больше Никто А вам не нравится, да? Вы убегаете уже? Нет, просто никто не вызывает доверия, что вам можно еще ответить Ну, погран войска может быть, но я не знаю, я с ними не сталкивалась Единственный из них, да, погран войска? Под вопросом Ну, ВДВ Почему? Ну, не знаю, элитное подразделение Скажите, кто у вас больше вызывает доверие? МВД, ФСБ, ВДВ или погран войска? Мне нельзя про это сейчас говорить, к сожалению Военный? Так точно ФСБ, наверное Почему? Ну, честно говоря, я затруднен, действительно, этот вопрос Но ФСБ, да? Ну, наверное, ФСБ, как такая более глобальная контора, которая... Крутые они такие, да? Дело не в крутости, а дофига узнают, потому что это КГБ Наверное, погран войска Почему? Потому что остальные, честно говоря, меньше всего вызывают погран войска, наверное, меньше всего, я знаю Вы знаете, это очень сложный вопрос Ибо я ни с теми, ни с другими, ни с кем не сталкивался Ну, как-то вот оцените их, кто из них самый порядочный? Видимо, люди, стоящие на границе, все-таки Пограничники, да? Пограничники Давайте следующий вопрос Десять дней назад спикер МИДа Захарова заявила, что русские больше всего на свете боятся войны Вы согласны с этим? Ну, лично я больше всего на свете боюсь войны Нет Не боятся, да, войны русские? Ну, русские скорее боятся устареть, засахариться, стоять на месте Ну, бытовухи боятся Не знаю, никогда не задумывалась на эту тему По-вашему, русский народ боится войны? Не больше и не меньше, чем остальные Думаю, все наоборот Боятся, да? Русские любят войну Мне так кажется А почему вы так решили? Война дело такое, русское Нет, мне кажется, сейчас войны столько времени не было глобальной Что люди, не только в России, а вообще по всему миру, как бы часто подталкивают к войне И боятся, да? Ну, мне кажется, да, что это улетучивается Ну, в целом, вы знаете Ну, может быть Может быть Боятся русские войны, да? Исторически даже, да? Боялись всегда Ну, я знаю, что русские не хотели никогда войны А в плане того, что боимся Ну, скорее, не хотим Так А что нам бояться? Мы уже столько пережили Бояться? Нет, мы не хотим Более точнее Уточняя Захарова, я скажу, мы не хотим войны А бояться? Бояться нечего Мы не боимся войны Мы ответим кому угодно адекватно Наверное, да Боимся мы, да, войны? Дело Да, наверное Так затрудняюсь, откровенно говоря, отвечать на такие вопросы Еще один Давайте, давайте Ну, нет, я думаю, что нет Не совсем Согласен Потому что Ну, русские люди уже испытали много войн И как-то из них выходили Вот и все То есть не боимся мы войны, да? Мы не хотим войны И не боимся ее, в общем-то Главное, за что, да? Да За какую идею, скажем так За Родину или за Сталину? Скажите, вот Если бы в России случился мятеж, как в Турции То вы готовы были погибнуть за Путина? Наверное, я затрудняюсь ответить на этот вопрос Вот отстаивая его власть Я далека от политики, поэтому не могу ничего сказать Ни да, ни нет, да? Ни да, ни нет За Путина? Отстаивая его режим Нет, я думаю, что нет Я не готова гибнуть ни за одного правителя Мне это совершенно не надо Я хочу жить И как бы, чтобы наша страна процветала А кто у власти будет, ну, как получилось Я ее поддерживаю Ну да А вы? Отставить, да Погибнуть, нет Если в России произойдет переворот с целью свержения власти Путина Как в Турции, к примеру Вы готовы погибнуть, отстаивая его режим? Погибнуть? Стоп, я не готов Все, не надо никуда Можете первые два вопроса вставить На этот не могу ответить Я не хотела, чтобы это произошло Потому что в общей сложности Это борьба за бабки Так что Я не готова ни отстаивать Ни гибнуть ни за кого Я не хочу, чтобы это гибли другие Потому что в общей сложности Мы можем погибнуть За жажду и желание других людей наживиться А вообще власть должна быть сменяемой? В нашем случае При том, как мы распустились Я думаю, нам это вредно Я думаю, что у России переворота не будет такого Все довольны, да, всем? Конечно Погибнуть за власть нельзя Погибнуть нужно только за идею И пока я не вижу Более-менее альтернатив Каких бы то ни было То есть готовы, да, его отстаивать? За родину готов А за власть или за что-нибудь еще нет Это, опять же, сложный вопрос Ибо, ну, как считают многие Путин сделал Россию Не он сделал Россию Все-таки сделал Немножко Его режим Путинский Россию сделал А в основном народ сделал Вот и все То есть вы не готовы, да, отстаивать этот режим? Если мне дадут гарантию, что будет лучше Я готов отстаивать Но, к сожалению, мне уже поздно Мне уже 70 лет А существующая власть? Да, власть Вот режим Путина готовы отстаивать? Ну, наверное, да А почему? Потому что любая смена власти – это плохо